Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы сократить бюрократию, малый и средний бизнес намерены избавить от административных проволочек. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории восьми районов республики. Из-за обильного снегопада урожай пострадал на территории около 35 тысяч гектаров. Эта площадь равна половине Уфы. Чрезвычайная ситуация объявлена в Бокалинском, Буздягском, Довлекановском, Кормоскалинском, Нуримановском, Туймазинском, Чикмагушевском и Шаранском районах. Там под снегом остались сахарная свекла, рап, совущи и подсолнечник. Сумма ущерба подсчитывается. Эксперты заявляют, что речь идет о миллионах рублей. В период уборки у нас совпал с периодом дождей. И эти дожди в определенном смысле растянули уборку нашу, особенно сахарной свеклой. И сейчас, конечно, у нас ранняя зима наступает, уже снег выпал. И несмотря на это, в очереди около сахарных заводов сахарную свеклу вывозят, цена нормальная. Другой вопрос, что те хозяйства, которые затянули с уборкой сахарной свеклы, то есть, безусловно, сахарная свекла, она, как говорится, в определенном смысле потеряет в качестве. И если, не дай бог, еще сильные осадки, то трудности будут возрастать. По прогнозам синоптиков, в большинстве районов, где введен режим ЧАЭС, в течение следующей недели снегопады не прекратятся. Также ожидается понижение температуры до 8 градусов, поэтому сумма ущерба в связи с гибелью урожая может увеличиться. Новую дорожную карту, направленную на развитие государственно-частного партнерства, утвердили власти республики. Предполагается, что она позволит создавать дополнительные условия для привлечения инвестиций в экономику Башкортостана, модернизировать общественную инфраструктуру и повысить качество товаров. В частности, дорожная карта предусматривает включение в стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года механизмов государственно-частного партнерства, корректировку госпрограмм, реализацию дополнительных мер налогового и нового стимулирования части инвестиций, а также разработку закона об участии республики в ГЧП и соглашения правительства Башкортостана с Центром развития государственно-частного партнерства. Два соглашения, направленные на развитие сельского хозяйства, подписаны республиканским правительством с китайской провинцией Цзянси. Предприятия Башсельхозтехника и китайская компания Джифан подписали меморандум о реализации на территории нашего региона совместного инвестпроекта по производству тракторов сельхозназначения. Еще одно соглашение заключено между агрофирмой Башплодородия и компанией Ванши об организации производства гербицидов. Объемы инвестиций стороны пока не уточняют. Информация о курсах валют установлена Центробанком на выходные понедельника. Доллары и евро подорожали. Американская валюта увеличилась на 28 копеек. Курс 63 рубля 68 копеек. Европейская на 42 копейки. Курс 69,25. Лучшие обмены курса на сегодня. Покупка доллара в Уралкапиталбанке за 63 рубля 31 копейку. Продажа в Запсибкомбанке за 64 рубля 5 копеек. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в Бинбанке за 69 рубля 1 копейку. По продаже в Уралкапиталбанке за 69,52. В Башкортостане усиливают работу по снижению административного давления на бизнес. В первую очередь в республике намерены сократить количество бюрократических проволочек. Такие планы сегодня озвучил региональный бизнес-амбудсмен. По его словам, бюрократия ухудшила позиции республики в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России. Так, в Башкортостане чиновники стабильно запрашивали с предпринимателей документы, которые не предусмотрены законом. Это во многом стало причиной того, что наш регион занял 40 из 76 возможных мест престижного всероссийского рейтинга. В этом вопросе мы совместно с прокуратурой обязательно есть наработки определенные в этом плане. И в вопросах проведения проверок, и в вопросах коррупционной составляющей обязательно подготовим план реализации этих показателей. О новостях пока все. Далее проект телеканала РБК Уфа Интервью. В гостях руководитель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму Вячеслав Гелезиденов. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин